Работы в детском парке на улице Сосина запланированы на 2020 год в рамках проекта формирования комфортной городской среды и предполагают вовлечение жителей в разработку концепции благоустройства. Общественные обсуждения, посвященные реконструкции парка, ведутся с прошлого года. Проектный семинар стал уже вторым. Уникальный формат, который позволяет не просто высказать каждому из вас свое мнение, а комплексно подумать над теми проблемами, которые существуют в парке, и комплексно подумать над путями решения тех проблем, привлечения новых пользователей на ту или иную территорию, что мы хотим там видеть и каков будет наш парк. Практически каждая концепция благоустройства детского парка, предложенная горожанами, предполагает модернизацию освещения и дорожного покрытия, сохранение деревьев, установку новых скамеек, урн и детских площадок. Поступило также предложение разбить парк на зоны. Главное, чтобы в парке появилось четкое зонирование, где у нас младшие дети гуляют, где более старшие, зоны для воркаута выделить. Для пенсионеров и вообще для тех, кто гуляет, и мама с колясками тоже, добавить зону отдыха и дорожку вокруг парка, чтобы не осталось таких пустынных мест. Сегодня детский парк на Сосино практически единственное место для отдыха на природе в старом районе, уверен Григорий Галишников. Он считает, что парк должен быть рассчитан и на детей, и на взрослых. Парк, грубо говоря, напополам разделить, чтобы с одной стороны играли дети, с другой стороны там были пенсионеры, никого не задевали, так сказать. В общем, тихо, спокойно. Также среди пожеланий установка площадки для собак, устройства уличного кафе и небольшой сцены. Предложение горожан Департамент архитектуры и градостроительства учтет при разработке концепции благоустройства детского парка. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябу, Служба новостей, Саров, 24.